А теперь мы вновь говорим, здравствуйте, Татьяна Рябова, ведь она на прямовключении. Что-то готовит, Танечка рассказывает, и где что готовишь. О, вкусняшка какая-то. Ну. Коллеги, доброе утро, доброе утро, уважаемые телезрители. Мы пришли пораньше сегодня с утра в гости к очаровательной девушке. Это Мария Голосова, домашний кондитер. Посмотрите, какая у нее красота. Это имбирные пряники. Мария, ну рассказывайте, что у вас здесь такого красивого? Я вижу вот такие домики очень милые, символы года коровки. Что еще, что у вас больше всего? Всем доброе утро. Это имбирные пряники, которые, я считаю, великолепный подарок на Новый год. Пряник, вы знаете, вообще традиция украшать елку имбирными пряниками, этой традиции уже более 350 лет. Дело в том, что раньше не было таких вот елочных украшений в нашем понимании, как шары, игрушки. И раньше на елку весили имбирные пряники, конфеты, сушеные фрукты и орехи. И вот такой пряник можно повесить на елку, можно сделать его именным, написать на нем имя. Вы знаете, когда первый раз я увидела имбирные пряники, это как раз было 4 года назад, мой сын тогда еще ходил в детский сад, и одна из родительниц, одна из мам заказала такие имбирные пряники на елку. Дети как раз готовились пойти в школу, учились читать. И каждый ребенок должен был найти пряник со своим именем и его съесть. Это был прямо целый квест. Отлично. Ну что, очень много пряников, давайте их пока покажем все красивенько. Посмотрите, здесь какие буренки, какие здесь коровушки. А скажите, в основном для кого покупают такие подарочки? Для коллег, для родных, кому? Да, очень классный подарок для коллег, для начальников, для родных и близких. Можно купить как вот целый набор, вручить набором, а можно добавить один именной пряник к подарку и сделать подарок более таким новогодним, более таким, ну как... Уютным, домашним, что ли? Да, уютным, домашним и именным. Отлично. Подписать на пряники имя. Ну что, давайте, наверное, немножечко поразукрашиваем эти прянички. Вы уже запекли основу, и что теперь нужно сделать? Теперь, вот у меня на этом прянике уже залит контур, надо его полностью покрыть глазурью. Вот у вас уже покрытый пряник глазурью. Я буду показывать, как его покрывать глазурью, а вы можете разрисовать пряник свой. Хорошо, показывайте. Пока разукрашивайте, расскажите, что там в составе? В составе там сахарная пудра и яичный белок, сухой пастеризованный. В общем, все из натуральных ингредиентов. Посмотрите, я сейчас попробую глазки разрисовать. Так, будет у нас такой имбирный пряничек. А вы пока рисуете, Мария, расскажите, пожалуйста, чем вам самой нравятся имбирные пряники? Именно вкус или то, что они такие красивые? Потому что, вот, например, смотрю на эту коровку, да, ну какая она замечательная, даже жалко, если честно, ее есть. На самом деле пряники, вообще, слово пряник происходит от слова пряность. И в пряники в состав теста входит очень много специй. Специи, кстати, являются природным консервантом, и поэтому за счет вот добавления большого количества специй пряник хранится очень долго. То есть он может храниться до полугода. Но я, конечно, рекомендую съесть его сразу, потому что как только его испекли, он наиболее такой ароматный, наиболее такой вкусный и мягкий. А вообще в состав входит, ну, так как это имбирные пряники, там большое количество молотый имбирь, натуральный мед, мускатный орех, корица, гвоздика. Ну и можно добавлять кардамон, любые специи по вкусу, которые подходят для выпечки. Отлично. Посмотрите, кстати, какой интересный имбирный пряник в виде елочки. Его можно вот так зацепить на кружку. Он тоже для красоты или как бы попил чай или кошек? Конечно, это такой пряник на один укус. Можно вот выпить кофе и закусить пряник. Классно, мне очень нравится. Ну что, посмотрите, как у меня получается на лето. Отлично получается. Такой зеленый у меня сегодня вариант. Очень мне нравится. А какой аромат, правда? Потому что и имбирь, правильно, в составе? Да. И лимончик есть. Очень все приятно. Сколько вообще времени уходит на то, чтобы, например, разрисовать пряничек? Пряник. Ну, по-разному. Если сложный дизайн, вот как, допустим, у этой рукавички, то, ну, вот минут 5-10. Если вот пряничный человечек, то это буквально 1-2 минуты, и вот человечек готов. Если глазурь легла неровно, можно взять зубочистку и поставить. А что там, какие у вас там есть еще декорации? Да, конечно, есть много кондитерских посыпок. Ну, вот гениальный человек, который придумал вот классику пряничного, пряничного человечка, украшать вот такими конфетками. То есть их можно как пугарички прилепить на человечка. Чук. Ой, как красивенько. Будет у нас такой джентльмен, да? Да, да, да. Ну, скажите, а пользуются ли популярностью символы года? Или все-таки вот классический, там, Дедушка Мороз, обратите внимание на него, что это, волосы у него из кокосовой стружки? Кокосовая стружка, да. Можно украсить сахаром, можно кокосовой стружкой, любой кондитерской посыпкой. Ну, вообще, конечно, да, символ года, это всегда пользуется, ну, успехом. Символ наступающего года, и мы всем ждем от Нового года каких-то чудес, и надеемся на год быка. Скажите, Мария, ну для вас это все-таки много же времени на это уходит? Ну, да. Так как у меня двое маленьких детей, в основном пряниками я занимаюсь по ночам, и это прямо у меня какой-то мой кайф, такая моя медитация, когда все спят, я включаю какую-нибудь там лекцию, слушаю и расписываю пряники. Отлично. Спасибо вам огромное, что сегодня пригласили нас в гости. Давайте с вами, наверное, продолжим разукрашивать. Вот какие блестяшечки у вас здесь есть, красивые. Между прочим, все здесь съедобно, все можно есть. Спасибо большое, что пригласили нас сегодня в гости. Ну, а вы, дорогие друзья, если хотите тоже приобрести такие пряники, подарить кому-то, например, подарочек, то обязательно заходите на страничку к Марии Голосовой, смотрите, выбирайте. Конечно, уже практически все расписано, потому что всем хочется подарить такую красоту. Смотрите, заходите на страницу, вдохновляйтесь, ну а мы продолжим смотреть, пробовать точнее, и смотреть на всю эту красоту и разукрашивать. Ага.